И также к чувствам и эмоциям обращают своих слушателей-хранителей Рыбицкого историко-этнографического музея. Моноспектакль «Фронтовые письма» тоже рассказывает об истории Великой Отечественной войны, но уже через письма, которые фронтовики писали своим родным и близким. Это была такая радость, такое счастье для всех. Это означало только одно – боится жизнь. Именно эти треугольники и стали главными героями моноспектакля. Их складывали из листов, тетрадей, блокнотов и даже просто газет. Но куда важнее материала было содержание этих писем. Ведь бойцы писали в них домой о самом главном – о том, что думали, готовясь к бою, о том, в чем нуждались в часы затишья. Все уверены в том, что я свою молодую жизнь не отдам даром фашистским людоедам. Прежде чем погибнуть, я их подавлю десятки гусеницами своего танка. Буду драться до последней капли крови. Вот только по части курева плохо. Если есть у тебя, Афоня, самосад, пошли сколько можешь. Подобный формат вместо традиционной лекции или экскурсии хранители музея для рассказа о Великой Отечественной войне решили использовать не случайно. По их мнению, именно так. Через личные письма, стихи, музыку тех лет наши современники смогут лучше понять и время, и тех людей, кому пришлось на свои плечи принять все тяготы военных лет. Не все расскажешь детям в форме лекции. И не все они поймут, когда услышат текст экскурсии. Есть такие темы, которые лучше пропустить через сердце. Вот, например, история Великой Отечественной войны и родной край в истории Великой Отечественной войны. Для того, чтобы все это осознать, понять о вкладе ирбичан, в дело победы, о тех, кто там, на линии фронта, эту победу, как говорится, приближал. Вот хорошо, когда ребята, хотя бы частично, я говорю именно о школьниках, окунутся в атмосферу тех лет. Отметим, что спектакль «Фронтовые письма» может увидеть любой желающий. Хранители музея с удовольствием представят его всем, кто захочет узнать об истории родного края еще чуть больше. Юлия Берсинева, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС «РБИТ».